Здравствуйте, дорогие ученики! Меня зовут Паранченко Оксана, я учитель географии теоретического лицея Рамбам Орт. Я приглашаю вас на дистанционный урок географии в 8 классе. Продолжаем изучать тему охраняемой природной территории Республики Молдова. Сегодня изучим другие типы охраняемых территорий и объектов. Изучите карту охраняемой природной территории и определите основные типы памятников природы по одному примеру. Также к ним относятся национальные парки, природные и ландшафтные заповедники, ресурсные заповедники, территории многофункционального использования и другие. Рассмотрим каждый тип в отдельности. Национальный парк – природная территория с различными географическими ландшафтами, природными объектами, обладающие потенциалом для использования в научных, экономических, культурных и рекреационных целях. Большое внимание привлекает местное население и туристов Первый национальный парк Архей, расположенный в Кодринской возвышенности. Национальный парк объединяет 18 сел районов Архей, Калараж и Криулень площадью 33 800 гектаров. Здесь есть виды растений и диких животных, пейзажи, представляющие интересы с точки зрения геологии, палеонтологии, спелеологии, а также содержащие элементы экологического, научного и культурного значения. Посещение национального парка разрешается. Другой тип охраняемых территорий – памятники природы. Это природные объекты, форма рельефа, геологический разрез, процесс, источник, растения в определенном месте, имеющие научную, культурную и эстетическую ценность. Ознакомимся с некоторыми из них. К юго-западу от села Брынзень Единицкого района расположены Брынзенские рифы. Немалый интерес представляет карстовая пещера Эмил Раковицы. Пещера была открыта в 1950 году, названа в честь известного исследователя, ученого, румынского и молдавского спелеолога Эмиля Раковицы. Тополевая роща, монумент природы, находится в Креулянском районе, село Дубесарий веки. В Архейском районе, в селе Желобок, на крутом скальном склоне между двух скал вытекает очень мощный водный источник Желобок с очень качественной и чистой водой. В северное окраине муниципия Террасполь протянулась Колкотова-Балта. Это наиболее полный разрез, где сохранились осадки со следами древних животных и растений. Дуб Штефана Чалмари, расположенный в деревне Кобыльня Шелдонежского района, самое старое дерево в Молдавии. И памятник природы. Возраст дерева насчитывает приблизительно 700 лет. И это далеко не все памятники природы нашей страны. Задание. Определите соответствие понятий из колонки А и названий в колонке Б. Природный заповедник. Это природное пространство научной ценности, создается для сохранения и восстановления одного или нескольких компонентов природы. Определите, в чем отличие природного заповедника от научного заповедника. Природные заповедники занимают около 8 тысяч гектаров и включают три категории. Лесные, лекарственные растения и смешанные. В Колоражском районе находится лесной заповедник Садова. Болота Тагай расположены в пойме Днестра, вблизи села Крамкас, район Штефанводы. О заповеднике лекарственных растений – короткий репортаж. Заповедник Агаузии создан в 1956 году. Изначально его площадь составляла 56 гектаров. На сегодняшний день он расширен до 120 гектаров. Это было оставлено еще с постсоветского времени, было оставлено как заповедник. Она стоит на учете в Организации Объединенных Наций. И заповедник, и заказник. Ценность. Дело в том, что мы раз в пять лет отсюда скашиваем, как семенную культуру. По словам директора общества Тимизбуджак Николая Дели, на территории заповедника растет много лечебных трав, которые впоследствии экспортируются за рубеж. У нас позапрошлым году закупала Украина. Нас закупала семена ковыля, семена многолетних лечебных трав. Тут только полыни. Восемь видов есть полыни. Это одни и тоже лечебные травы. Вопрос нашего приезда, чтобы не запускали овец, не запускали протравку. Над этим мы работаем совместно с Министерством экологии, с экологической инспекцией оригинальной и тишиневской. Это одна из ценнейших культур, ценнейших мест, где мы находимся. Всего на территории заповедника насчитывается около 80 видов целебных трав. Территория заповедника охраняется экологическим агентством автономии. Ландшафтные заповедники включают в себя уникальные особенности природных ландшафтов. Среди них выделяют Сахарна и Цыпова в Резинском районе, заповедник Локостел, находящийся в Единском районе в долине реки Роковец. Заповедник Требужень расположен на берегу реки Реут в ущельях, образованной отводом Сарманского моря. Совершите путешествие по ландшафтному заповеднику Требужень. К другим категориям охраняемых территорий также относятся ресурсные заповедники. Территории многофункционального использования, представляющие участки степной и пойменной растительности. Водноболодные угодья международного значения включают акватории и прилегающие к ним территории с богатым биоразнообразием. Это озера, низовьи рек Днестр и Пруд. К этой категории также относятся парки, аллеи, дендрологические, ботанические и зоологические сады. В завершении урока составьте маршрут экскурсии по примечательным местам своего населенного пункта. Урок окончен. Благодарю за внимание. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!